Бывает, копаешь, копаешь и находишь такую вещь, что сам не веришь своим же глазам. Нет, серьёзно, в голове просто не укладывается, как, почему, а главное, зачем это было разрабатывать. О чём думали разработчики и тем более о чём думали издатели, издавая на физических носителях подобные вещи. Вот перед вами хороший пример. Откопанный мною диск под названием «Клятва Самурая». Игра вышла в России в 2007 году от издательства Media World. За разработку отвечал отечественный разработчик Anvil Entertainment. На обложке мы видим, вероятно, того самого клятводающего самурая. Рядом гейша с веером, тут же сакура и японский закатный пейзаж. Ну прям интрига-интриг. Что же может скрываться под такой вот максимально шаблонной обложкой? Позвольте я зачитаю описание задней стороны диска. Итак, в небесной пагоде на самой высокой горе на краю земли коварные ниндзя держат в заточении прекрасных гейш. Вам, храброму и мудрому самураю, предстоит пройти по многочисленным этажам мистической пагоды, таящей множество загадок, и освободить очаровательных пленниц. Из плюшечек особенностей издатель отметил следующее. Аркадная игра, развивающая логическое мышление. Взрослый аналог игры Pac-Man. Ну и 20 красочных уровней. Вот такие вот дела. И да, из всего вышесказанного, главное это то, что наши отечественные разработчики из конторы Envil не скрывали, что делают, мать его, взрослую версию Пэкмана. Ну, понятное дело, с Го и Гейшами. Нет, серьезно, может быть, они хотели так дать самую настоящую дань уважения японской старой аркаде. Поэтому стали делать игру про Японию и японцев. Может, они думали, что сделают экспортный продукт, и японский какой-нибудь издатель схавает такую парашу. Короче говоря, я честно не знаю, как и где искать логику в действиях разработчиков, но это действительно самый настоящий русский клон Пэкмана, вышедший спустя 27 лет после релиза оригинального аркадного автомата. 27 лет, ребята! Ну что, впечатлены? Да я тоже прихренел, когда запускал эту игру. Клетва Самурай строится по такому принципу. Есть локация Лабиринт, и мы должны за определенное количество времени успеть собрать на этом самом лабиринте всех статичных Гейш. Да-да-да, бегаешь и собираешь Гейш. Одинаковых на вид, но на каждом этапе их будет разное количество. И больше всего, мне интересно, какую такую клятву давал наш самурай, если собирает он их со словами... Это я люблю! Это я люблю! Это я люблю! Тупейший комментарий и озвучки, это, конечно, отдельный вид дегенеративного искусства данной игры. Но, если учесть, что в клятве Самурая странная и совершенно незапоминающаяся музыка, которая, по ощущению, написана в старом добром ИДЖЕЕ, и писал ее человек, который этот самый ИДЖЕЙ юзал в первый раз. Короче, лучше играть в клятву Самурая с выключенным звуком. Русская версия Пэкмана имеет кучу проблем. Корявое управление Самураем, застревание в препятствиях и явное отсутствие тестирования перед релизом. А еще самое главное, для 3D-игры нам дали совершенно бесячую зафиксированную камеру с не самым комфортным углом обзора. Да, справедливости ради надо сказать, что при этом разработчики старались разнообразить свою игру. Каждая локация и лабиринт будет действительно разной и будет чувствоваться по-другому от внешнего дизайна до задачи по сбору гейдж. Лично я увидел в системе разных этажей этой мистической пагоды отсылки на знаменитый, так и незавершенный, последний фильм Брюса Ли под названием Игра Смерти. Он тоже поднимался все выше и выше. Энвил Энтертеймин даже пытались сделать некое разнообразие врагов. Основные соперники нашего Самурая это Ниндзя. Ниндзя! Два удара от этих ребят в маске и нам хана. Кстати, сам по себе наш Самурай медленный и не может наносить удары. Для этого надо брать специальные пауэрапы. Как вы поняли, это отсылка к Бэкмену. Но согласитесь, какой-то странный Самурай у нас получается. Он что, дал клятву не бить врагов без пауэрапов? Ну а вообще, этих самых пауэрапов здесь действительно много. И все они имеют важное значение для прохождения уровней. Иконка меча это один смертоносный удар этим самым мечом. Есть еще бонус ускорения, что существенно облегчает жизнь. Бонус огненной защиты, который может расправиться с любым видом врагов, которые стоят рядом с нами. А еще тут есть стандартная лечилка, череп проклятия, молния парализатор, защитный экран от фаерболов и сюрюкенов. Ну и самый важный пауэрап всей игры. Бонусное время на прохождение этапа. Без него нам будет полный песец в прямом и переносном смысле. Не успели спасти всех гейш на этапе, с небес будет послана кара, которая нас испепелит. И этот пресловутый тайм-лимит хорошо на самом деле поднимает градус веселья от прохождения клятвы самурая. Кроме обычных ниндзя, встречаются еще и белые ниндзя. Они кидаются в нас сюрюкенами. Пройти их можно только с пауэрапом защитного экрана. Японский мэг, стреляющий фаерболами, тоже проходится только со специальной защитой. Будут тут и копьяносцы, и монстры с топором. Даже один раз появится босс-дракон, который просто херачит огнем направо и налево. Его в принципе даже и заваливать не нужно. Просто собираешь гейш. Забавно, что на последнем уровне появляется враг типа якудзы. Все этапы клятвы самурая проходили в древней Японии. Ни антуражненько, ни атмосферненько, особенно с учетом того, что это был 2007 год. А вот последний уровень игры с какого-то хрена переносит нас в будущее. Кибер Токио и Кибер Якудза в качестве супер-пупер боссов последнего этапа. Именно они зачем-то похитили гейш из прошлого. Короче, эти боссы целятся в нас из пистолета, но стреляют сюрюкенами. Завалить нам их не получится, так что мы просто собираем своих гейш как можно быстрее и проворнее. Знаете, при всем том, что это объективно сырая и плохая второсортная игра, не могу не отметить, что в клятве самурая есть некие залипательные моменты. Я где-то на пятнадцатом лабиринте поймал себя на мысли, что в это нечто можно играть. Без удовольствия, конечно, как в старом добром Пэкмане, но и без рвотных позывов. Игра заканчивается простой, но лаконичной надписью «Бобеда». Что бы было, если игре уделили больше времени при разработке? И была бы она на приличном движке, да и вообще делали ее не рукожопы. Может, где-то в альтернативной вселенной отечественная клятва самурая добралась все же до берегов Японии и стала там по-настоящему культовой игрой. Но в нашей реальности такие вот говноартефакты лучше закапывать обратно. Как-то так. И напоследок важное рекламное сообщение. Я выпустил новый аудиосериал. Юмористическая фантастика под названием «Карфаген 4» ждет, когда ты погрузишься с головой в омут безбашенных приключений в очень глубоком космосе. Новые эпизоды ждут вас на моем канале. Всем еще раз спасибо и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok